Доброго времени суток YouTube уважаемая психологическая комьюнити и иногда мне задают вопросы что такое лаборатория лаборатория психологического обеспечения давно собирался показать вам этот слайд этот документ и сейчас он на ваших экранах структура и штаты лаборатории психологического обеспечения это определено приказом вот хочу вам сразу подчеркнуть действующий приказ он совместный между Минатомом и Минздравом Российской Федерации номер 532 я люблю его называть библией лаборатории он дает возможность существования таким лабораториям как у нас всего не буду таить эту информацию всего на данный момент в России существует 32 лаборатории 10 из них на атомных станциях и соответственно 22 лаборатории в различных отраслях деятельности человека транспортные на РЖД такие лаборатории существуют на некоторых атомных предприятиях их не много штучек 10 ну и в различных МЧС Министерстве внутренних дел и так далее но одним словом лаборатории с одной стороны много с другой немного фактически мы одни такие вот все из себя прям вот куды бечь тяжело в деревне без нагана одним словом мы оказываем услуги по дистанционной психологической диагностике есть у нас специализированное ПО и собственно впереди планеты всей это наша лаборатория лаборатория научно-практического центра АКМЭ одним словом возвращусь к приказу приказ номер 532 от 30.08.2000 года начала 2000 и появился вот этот самый приказ совместный Минздрава имена там Российской Федерации и он определяет цели задачи методологии направления деятельности таких лабораторий он действующий и мы ему соответствуем проходим аттестацию соответствующих организаций и соответственно работаем в этом направлении через интернет уже сейчас итак из чего состоит лаборатория понятно что это начальник ЛПФО но так это в приказе в большинстве случаев это заведующие лаборатории группа психологического обследования и реабилитации группа психолого-педагогического обеспечения группа социально-психологических исследований группа культуры безопасности так официально все это выглядит в этом самом харизматическом приказе номер 532 в среднем лаборатория состоит как правило из должна состоять в идеале из 15 должностных категорий 15 работников должно быть из расчета 1500 человек списочного состава контингента обслуживания первое это начальник лаборатории одна единица группа психологических обследований и реабилитации 5 единиц должностных это руководитель группы психологи физиологи лаборанты и так далее группа психолога педагогического обеспечения excuse me я перешел да то есть это третье направление деятельности второе направление деятельности 3 человека группа социально-психологических исследований 2 человека и группа культуры безопасности персонала 4 человека вот такой вот простой и незатейливый файл демонстрирующий идеальную структуру таких лабораторий как это выглядит на деле на деле это выглядит как правило 3-4 в лучшем случае 5 человек то есть это заведующий лаборатории или по другому начальник лпфо зав.лпфо и соответственно 3-4 в идеале человека которые занимаются к сожалению моему большому сожалению это диагностика психологические обследования персонала подопечного контингента по списочному составу тех или иных предприятий мы работаем на всю россию и соответственно для нас это не актуально но одним словом значит это основное направление деятельности любой лаборатории создавались в разных лабораториях попытки были создать различные группы по социально-психологическому сопровождению реабилитации подчиненного контингента но к сожалению они не получили своего дальнейшего развития не скажу что наша лаборатория продвинулась дальше чем остальные лаборатории у нас есть группа реабилитации мы этим активно занимаемся но в небольшом объеме очень это все достаточно сложно с позиции опять же подчеркну одного единственного фактора понимание важности такой деятельности именно руководством тех или иных предприятий если с психологической точки зрения оценки персонала дело обстоит более менее нормально руководители понимают руководители предприятий понимают что это нужно и важно и не видят эту группу риска видят конкретных лиц которые попадают в эту группу риска то попытка расширить деятельности лабораторий на реабилитацию не говоря уж о каких-то педагогических социальных исследований исследованиях наталкивается на полное непонимание где-то лучше с этим дело обстоит где-то хуже но прошло если судить вот по дате этого самого приказа 2000 года порядка 16 лет ну начало 17 года у нас сейчас значит к сожалению воссы ныне там никак не удается этот вопрос решить развить и так далее и так далее и так далее связано это с очень мнением новыми факторами прежде всего финансовыми на предприятиях но группа как правило группа психологических обследований чувствует себя в таких лабораториях более менее нормально по той причине что Ростехнадзор требует такие обследования для получения разрешения Ростехнадзора на право ведения работ этими предприятиями этими работниками вот такая ситуация на данный момент так должно это все выглядеть идеальным образом но к сожалению масса масса подводных камней на этом все благодарю вас за внимание и удачи вам